всем привет дорогие друзья у меня сегодня выходной спала спала вчера буду спать до обеда будут спаться ну какой там дождь пошел меня разбудил пришлось вставать закрывать все окна балкон в общем то так что сегодня выходном хорошем настроении уже перестирала что планировала ну и на кухне сейчас покажу что я тут сегодня кашеварю здесь нарезала кабачок подсолила пусть лежит буду обжаривать кстати вчера мне угостили алтайским бальзамом вообще укрепляющий так на соки облепихи вот такой вот бальзамчик такой коробки тяжеленький сколько здесь метро 250 миллилитров надо как-то начать пить его три раза в день по чайной ложке для иммунитета так здесь что у меня решила пожарить яблочные оладьи червами не принес яблок сейчас я вам покажу вот привез мне в пакете и в пакете другие в одном пакете одни в другом пакете другие вот кстати у меня банка замутнела с огурцами надо выбросить вот которые были в пакете отдельном они вот такие крупные были они почти все были червивые я вот сейчас повырезала повырезала их и вот с них жарила оладьи а вторые которые более-менее такие нормальные это я их накрыла чтобы . не катала на их катает вытаскивает и катает и грызет и всякие эти вкусненькие которые пожелтее вон какие крупные они нормальные это пахнут вообще красненькие не пробовала еще так это чего вот это надо убрать отсюда а то от него начнут все болеть поэтому я их вот так накрыла с остальных нарезала натерла на терке так что я рецепт вам не сняла сейчас расскажу где-то стакан кефира одно яйцо соль сахар по вкусу взбила муки немножко и потом натертые на терке яблоки добавила перемешала соли побольше так как яблочки кисловатый вот перемешала и добавила немножечко пищевой соды соды обязательно вот сода мне сразу зашипела потому что среда кислой яблочки вот сюда однородной массы такие получаются ладушки и вот и утащит как-то у меня получился вот так кстати нам дали газ я безумно рада что дали газ магазин сходить за хлебом неохота честно говоря сейчас оладики пожарю к чаю а потом пожарю уже кабачков еще хочу картошки отварить просто картошки цельный там не овощной рогу есть чтобы было на гарнир картошка накладываю точнее с двух сторон от жарю до румяной корочки серединку маленький немножко ложка поправляю все так жарится на я ладошки так что вот так вот выходной свинокухни так жалко блин замутняла банка выбросить банку освободить но огурцы то в принципе еще растут еще замаринуем с морковочкой меня так что так вчера немножко ты уже отсюда брала и огурцы помидоры немножко заехали на огород посрывала купили туда на всю ладонь это прям чуть-чуть после дождя было все мокрое у нас дождь вчера сегодня вот такой успокоился это прям чуть-чуть походила все ботва мокрая чуть пособирала на еду на завтрак себе готовила салат морковки вкус морковки из помидор с огурчиков с маслицем даже не доел тут салатик вкусненький такой так вот ну что на кухне вожусь свой выходной как обычно у меня сегодня девочки как всегда утро не может пройти спокойно тут дверь кто там спрашивает житло открыла два мужчины в одежде жико можно посмотреть вашу вытяжку смотрите они прошли на кухне и давай смотреть я врачу случилось чем дело не говорят ваши соседи который еще не состоявшийся то есть в кухне здесь через стенку с нами делают ремонт два года жалуются когда вы включаете вытяжку все запахи идут к ним вы как они сказали подключились к чужой вентиляции смысле вот так вот оказывается оказывается должна быть для меня лично для моей квартиры должна быть с этой стороны вентиляции со стороны окна над шкафами а мы якобы вот в эту сторону подключились это соседская вентиляция я бы вообще-то вообще-то мы эту вентиляцию самостоятельно не выбивали не выдавливали мы заехали в эту квартиру была одна единственная вентиляция на кухне больше не было и мы в нее подключились но вы не свою подключились я говорю а куда нам подключаться если одна вентиляция на кухне куда она подключаться должна быть вот в той стороне вы должна не должна но я не было вот где была там и подключились а я понял вы купили квартиру уже с этой вентиляции и груда ну тогда говорит пусть они сами соседи типа пусть сами запрашивают делают запрос на план дома где там что какая вентиляция пусть сами типа разбираются где что-то я грубо бить ничего не собираюсь какая грубо обиделяться мы туда включить мне кажется так возмутило я вот не знаю теперь ну больше у нас не было вентиляции у нас она одна была мы заехали сюда она одна была мы в нее и вывели свою вентиляцию свою вытяжку сейчас получается жарила я даже вытяжку на включаем просто суть в том в чем сколько жили соседи другие там до вот этих людей никто ни разу не жаловался что я там что-то жарю вытяжку включают все запахи идут к ним никто не жаловался я не знаю может сама уже думаю что там в мою вентиляцию кто-то вклинился не знаю я девочки расскажите мне как оно должно быть может быть кто-то сталкивался кто-то знает скажите мне объясните ли я не понимаю может это действительно москву в вентиляцию не просто потому что заехали было одна еще раз повторяю еще одна вентиляция мы в нее вывели свою я просто на тот момент я даже не подозревала что должна быть еще одна где-то все здесь было замазано ничего не было даже следов даже следа не было 2 вентиляции ничего не было может все обзирали может стены шпаклевали ничего вообще абсолютно не видели так что так в чужом вентиляции втюхались в чужую вентиляцию так сказать очень неприятно все настроение испоганили этим своим и они вышли получается соседка ну что там спрашивают в подъезде а мужики говорят они купили квартиру с этой вентиляции то есть все можно вопроса забиты этой вентиляции не знаю но дело в том что меня сильно это выбило из колеи не все таки всегда вопросы сюда выбивают из колеи не прям нервничать начинаю я ваня позвонила и всю душу вылила но он конечно нецензурно выразился надо было послать куда подальше я говорю ну так тоже не делается надо просто выяснять почему так просто если бы нам на тот момент когда мы заехали кто-то сказал что это не ваша вентиляция даже вот когда были мебельщики они тоже замеряли там высоту чтобы не закрыть вентиляции как вешать шкафы высоту замеряли кто ничего не сказал что это вентиляция не наша а мы тем более в общении и не подозревали что это оказывается должна быть еще одна вентиляция на моей кухне тогда я вообще не понимаю а если это их вентиляции для чего тогда в моей квартире дырка это есть отверстие то есть если это не мое не моя якобы вентиляции я вообще не понимаю может быть я не права в чем-то вы мне пожалуйста разъясните такой вот непонятный водами с этим вентиляции так что сегодня столько было планов учета как-то настроение никакое банки перевернула убрала туда вот внизу не певшую достала оттуда я же накрываю пледом банки не заглядывать заглянула блин замутнела жак конечно ладно теперь не без этого две-три стирки же постирала кабачки лучше с пожарю и еще отварю картошки сегодня еще хотим вечером поехать не знаю все мокрющее даст ли дождь все мокрющее за том что болотники бывать надо чтоб не намочить не промочить ноги хотим собрать огурцы потому что я вчера с краешку тут нырнула вот несколько штук сорвала на еду я вижу что они уже сегодня их нужно обязательно снимать потому что они будут перерастать завтра на выходной я завтра засолю замариную еще огурчиков не знаю что то не собираем в общем то такие дела как-то недавно выходила видео ну давненько уже наверно писали мне почему у тебя такие короткие стали видео так смешно наоборот мне кажется у меня в последнее время достаточно длинные видео выходят я вообще сама люблю своих блогеров которых я смотрю я люблю смотреть когда у них длинные видео я сама люблю поэтому у меня и в основном и получаются у самой длинные видео всегда у меня маленьких видео минут на 10 на 11 вообще очень мало в основном не огромные все видео по от 15 минут так сказать здоровые такие длинные видео мне написали что мне короткие видео девочки девочки пишут но буду снимать по 15-20 минут я в принципе так и снимаем на какое-то одно видео коротко где-то выстрелит но в очереди где-то выйдет поэтому буду снимать спасибо что смотрите до конца что просите по длиннее видео конечно не все это делают не все смотрят видео до конца хотелось бы чтобы смотрели побольше до конца смотрит меня давно кто давно на меня подписан кто-то смотрит до конца не до конца не до конца ладно всех не заставишь не принудишь так сказать вот чем гриб чая такого охота дай-ка я оладушки и готовлюсь я вот это раньше я готовил но я раньше готовила чисто с яблок без кефира яблоки яйцо соль сахар сода и мука без кефира тут у меня где-то грамм 160 170 кефира так что я не попробовала с вами коварушек горячий вкусненькие кисло-сладкие все классные к чаю будет очень вкусно так что такие вот девочки дела утро не может быть добрым сегодня у меня ладно как пережали все оладушки кабачки пожарим покажу вам что это для меня получилось так что вы не переключайтесь немножечко позже я с вами снова увижусь подключусь к вам так ну что жарю кабачочки такие вот сколько у меня осталось еще по четыре штуки и их не разделяла пополам не разрезала вот так вот кладу по 4 как блинчики варю макароны девочки картошку не успеваем уж позвонил уже скоро будет дома поэтому быстренько быстренько варю макароны будет курс макароны с овощным рогом но и тут салатика нарезаю сейчас еще нарежу лучок репчатый и перчик богатский вот столько у меня оладушков получилось целое горище горище в общем-то тороплюсь тороплюсь готовлю встреча с вами уже придет с работы так что так все кабачки пожарила там уже газ выключила два штуки там дожариваются только у меня получилось кабачочков оладушки тоже пожарила салат нарезала сейчас муж уже на подъезде к дом будет ужинать ну а на этом я сегодняшнее свое такое кухонное видео буду заканчивать всем спасибо за внимание всем спасибо за просмотр отдельное спасибо кто досмотрел это видео до конца и не забыл поставить лайк всем пока пока до новых встреч до новых видео пока субтитры сделал DimaTorzok